Кристоф Виллибальд Глюк родился в 1714 году в Германии. С детства он занимался музыкой, а когда отец высказался против того, чтобы сын связал свою жизнь с музыкой, Кристоф ушёл из дома. Сначала жил в Чехии, в Праге, потом в Австрии, и волею судеб оказался на родине оперы в Италии. Там же в Италии состоялась премьера первой оперы-композитора. Она называлась «Артаксеркс». Премьера — это первое представление произведения, спектакля или фильма. Опера понравилась слушателям, и за последующие четыре года Глюк написал ещё не менее четырёх опер. Все они относились к жанру «опера-серия» — серия от слова «серьёзный». Это один из оперных жанров, существовавших в Италии в то время. Их писали на исторические и мифологические сюжеты. В опере не было сквозного развития, а было чередование отдельных номеров. Арии сменяли речитативы, а певцы соревновались в виртуозности. Ария — это вокальная партия для одного голоса, как законченный эпизод или музыкальный номер. Речитатив — это род вокальной музыки, приближающейся к естественной речи. Около десяти лет Кристоф Глюк гастролировал в Европе в качестве дирижёра в различных театральных группах. В 1754 году Глюк был назначен композитором и дирижёром венской оперы. За время работы он разочаровался в жанре опера-серия, написал несколько комических опер и создал хореографическую драму. Это стало первым шагом на пути к оперной реформе. Комические оперы назывались «опера-буффа» и писали их на бытовые сюжеты. Жанр опера-серия переживал кризис. Артисты соревновались в виртуозности. Оперы за счёт одинаковых средств выразительности были похожи друг на друга. Спектаклей было много, но они не задерживались долго на сцене. Герои не имели личных характеристик. В состоянии героев оперы-серия композиторы писали практически одинаково «радость», «печаль», «гнев», «тоска». В 1762 году на сцене была поставлена опера-глюка «Арфи и Эвредика». Она не имела особого успеха среди зрителей, была крайне непривычна, но, как оказалось, позже имела огромное значение для становления современного оперного искусства. В основу оперы «Арфей и Эвредика» лёг одноимённый античный сюжет. В мифе рассказывается о музыканте «Арфее», чья музыка творила чудеса, под звуки музыки реки поворачивались вспять, покорялись лесные звери. От укуса змеи погибает жена Орфея, Эвредика. Боги разрешают Орфею спуститься под землю в царство мёртвых, но с одним условием. Он не должен за время пути оборачиваться и смотреть на неё. Орфей нарушает запрет. Однако боги, поражённые его пением и игрой, прощают музыканта и возвращают Эвредику к жизни. Так звучит голос Орфея, потерявшего свою возлюбленную. «Потерял я Эвредику», – поёт он. Основная заслуга Глюка в том, что он пытался объединить эпизоды в большие сцены, подчинить номера единой сюжетной и эмоциональной линии. В 20 веке к этому же античному сюжету обратился советский композитор Александр Борисович Журбин. Орфей и Эвредика стала первой советской рок-оперой. Она была написана в 1975 году, поставлена вокально-инструментальным ансамблем «Поющие гитары» в оперной студии при консерватории в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Журбин – профессиональный композитор, который работает во многих жанрах – симфонии, концерты, оперы и вокальные циклы, мюзиклы, эстрадные песни и многое другое. На создании этого произведения его вдохновила американская рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос, суперзвезда». Вот так потерял Орфей и Эвредику в одноименной опере «Журбина» в роли Орфея Альберта Садулин, в роли Эвредики Ирина Понаровская. Рок-опера – это музыкально-сценическое произведение, арии в котором исполняются в традициях рок-музыки и джаза. Внимание приковывают новые звучания электромузыкальных инструментов, не столь привычных для того времени, тем более в опере. Сюжет оперы был осовременен. Орфей уходит на состязание певцов и, выиграв, покидает любимую. Но тема любви остается вечной и побеждает все перипетии героя. Опера пользовалась большим успехом и стала одним из самых исполняемых спектаклей в мире. ПОДПИШИСЬ! ВООДУШЕВЛЕНИЕ! Продолжение следует...